Добрый день, уважаемые родители! Приветствуем вас на канале Союза педиатуры России. Я Каркашат Георгий Арчилович, заведующий отделением когнитивной педиатрии. Сон ребенка является важной составляющей жизни младенца. Нарушения сна ведут к психическим отклонениям, к нарушениям поведения и снижают качество жизни не только ребенка, но и всей семьи. Как показывает практика, большинство нарушений сна у детей младшего возраста обусловлено не медицинскими проблемами, а ошибками в тактике укладывания и засыпания ребенка со стороны родителей. Сегодня мы хотим поговорить с вами о том, как правильно укладывать ребенка грудного возраста. Прежде всего, надо сказать, что необходимо соблюдать условия для засыпания ребенка, такие как температура и влажность. Температура в комнате должна соответствовать примерно 18-21 градусов, индивидуально в зависимости от того, как более удобно конкретному ребенку. Обратите внимание, что младенцы, как правило, лучше спят в более прохладной обстановке. Если это необходимо, делать проветривание перед тем, как ребенок заснет. Влажность должна составлять от 40 до 70%. Также следует обратить внимание, что в многоквартирных домах зимой во время отопления, как правило, излишне сухо, и в такой обстановке ребенок будет просыпаться. Очень важен режим дня. Что мы имеем под этим в виду? Одни и те же события в жизни младенца должны повторяться в одно и то же время. То есть здесь важен именно порядок единый, который повторяется каждый день. И чем ближе ко сну, тем важнее соблюдение этого порядка. И если в семье происходит так, что то один укладывает родственник ребенка, то другой. Или меняются разные условия, и меняется режим. В такой ситуации, как правило, засыпание у ребенка нарушается, не вырабатывается правильный ритуал засыпания. В большинстве случаев маленький ребенок не способен засыпать строго в одно и то же время, как бы мы это хотели от него. Поэтому вы должны уметь определять признаки усталости младенца и начинать укладывать постель именно по этим признакам усталости. При укладывании учитывайте необходимое время для засыпания. То есть то время, которое уже исходя из практики, 5, 10, 15 минут необходимо вашему ребенку для засыпания. Перед сном лучше надеть свежий подгузник, потому что переполненный подгузник часто является причиной просыпания. Пальцы рук ребенка младенца желательно должны быть прикрыты рукавичками или рукавами с закрытыми концами, потому что часто царапает лицо и будит себя младенца. Старайтесь приучать засыпать ребенка самому в кроватке одному. То есть укладывайте в кроватке, когда он готов ко сну, а не когда он уже заснул. Предпочтительнее положение на боку. Можете использовать валики специальные, которые сами можете приготовить для поддержки ребенка в положении на боку. При этом учитывайте, что необходимо очередовать положение на боку в разное засыпание. В одно засыпание может лежать на правом боку, а в другое засыпание на левом боку. Так он меньше утомляется, и так мы избегаем деформации черепа, когда ребенок на одном боку лежит. Также надо понимать, что правильное и быстрое засыпание во многом зависит от того, насколько правильно режим соблюдался засыпания в течение дня. Часто бывает, что ребенок просыпается и плачет. Нередко это является признаком того, что он не доспал. То есть вы должны обеспечить условия, чтобы он продолжил сон в такой ситуации. И наоборот, иногда бывает, что необходимо чуть-чуть сократить дневной сон, чтобы к ночному сну ребенок подошел более уставшим и более готовым. Но это такие основные правила, которые желательно, чтобы родители соблюдали для детей где-то в возрасте от трех месяцев. Потому что до трех месяцев, как правило, засыпание у детей достаточно автоматизировано. А если же у вас возникают какие-то проблемы, то, естественно, необходимо обратиться к педиатру или детскому неврологу. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Союза педиатров. До следующих встреч.